С октября в Украине должны повыситься пенсии, учитывая новый уровень минимальной зарплаты, хотя средний показатель выплат до сих пор оставляет желать лучшего. Большинство из 12 миллионов пенсионеров едва сводят концы с концами. Старики выживают за счет детей и помощи благотворительных организаций. Людмиле 61, уже 25 лет она страдает диабетом. В прошлом году оступилась в поезде, ослабевшая от болезни кость в миг сломалась. В скорой сразу наложили гипс, однако из-за диабета, чтобы спасти руку, потребовалась дорогостоящая операция. Сказали мне 12 тысяч, это минимум 12 тысяч. Это мне поставят пластину, 7 тысяч платить за то, что я ее сниму. А мне пенсия полторы тысячи. Помогли в благотворительном фонде. Возрождение, они первые сразу откликнулись и сказали, что все, что надо будет, все мы оплатим. Людмиле оплатили операцию и полный курс реабилитации. Она проходит его до сих пор. Сейчас рука абсолютно здорова. Я очень благодарна и нашему фонду. Всегда, вот, когда приходит помощь, вот всегда они первые. Всегда они первые. Поэтому, благодаря, благодаря возвращению я здоров. Видите, мне же рука и сюда, и туда, и как хочешь, и вот так даже могу крутить. Хотя, вообще, ну, можете себе представить, вот так отвалилась рука. В жизнь киевлянки Евгении три года назад пришел еще более страшный диагноз. Рак второй степени. Диагноз не подставили изначально. Рак кишечника. Из-за страшных болей женщина не могла ни есть, ни пить. Готовилась уже к худшему. Всю жизнь проработавшая медиком Евгения оказалась бессильна перед болезнью и стоимостью лечения. Доктора назвали сумму в 50 тысяч гривен, а таких денег у одинокой женщины попросту не было. Я обратилась в нашу церковь, к пастору Владимиру Мунчану, и написала, что я нуждаюсь в церкви с самого первого дня, и я нуждаюсь в вашей помощи. И он говорит, нет проблем. Подъехали мы ко мне в машину и дали мне оставшиеся деньги. Это спасло ей жизнь. Операцию сделали с тех пор, прошло уже три года. Я очень благодарна Владимиру Мунчану, иначе я бы не жила. Под опекой фонда несколько тысяч стариков, говорит глава фонда возрождения Владимир Мунчан. Кроме операций помогают продуктами и лекарствами. Пенсия очень маленькая, продукты питания очень дорогие, лекарства очень дорогие, квартплата дорожает и дорожает. Пожилой человек, к примеру, дедушка или бабушка, они оставлены просто, буквально оставлены на существование. И если у нее болит голова, поднялось давление, сердечный приступ, у нее даже нет денег пойти купить себе корвалу. Просто нет денег. Каждый месяц минимум 375 тысяч гривен мы выделим только на продукты. Плюс к этому это операции, это лекарства. И наша задача быть ответом для пожилых людей, потому что то, что мы видим, насколько это важно сегодня. И для многих из них это последняя надежда. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер.